Привет, мои дорогие люди, девочки и мальчики. Расклад для всех. Актуально в тот момент, когда вы нашли на картах Ленорман. Это языческий Ленорман, он имеет две пары. Мы просмотрим мысли, чувства и действия мужчины, чего ждать от отношений, куда идут ваши отношения, что он решил, надумал и так далее. А также, поскольку здесь две пары, мы посмотрим, есть ли у него, может быть, еще намеки на какую-то другую женщину, интересуется ли им другая женщина и так далее, или вам другой мужчина интересуется. Я карты сейчас буду перемешивать и буду выбирать ваших сигнификаторов. Это постарше пара. Здесь две двадцать девятые карты, две двадцать восьмые. Постарше пара, не потому что вы постарше, просто зрелые люди на карте, да? Я выбираю эту пару как ваша. И я посмотрю, куда идут ваши отношения. Вы можете загадать своего мужчину, представить его запах, руки, голос, слова, или ничего не представлять, а просто посмотреть расклад, то, что нужно, исцелиться, и то, что нужно, проясниться. А шишки эти заговоренные. Они убирают весь негатив и возвращают вам удачу. Я делаю все перед вами. Вы смотрите на экран, если есть желание. Это другая женщина, которая немного помоложе. Если она выйдет, будем видеть. Дальше в раскладе я ищу пару, которую я загадала как вопрошающего и партнера вопрошающего, да? Вот, вас и вашего мужчину, или наоборот, если вы мужчина. Это, опять же, из первой пары. Человек более молодой. Мы смотрим с вами. Что перед вами, что после вас, что перед ним, что после него. Это будет нам клу, то есть идея о том, что действительно между вами сейчас происходит. Сейчас это момент вашего просмотра. Независимо от того, когда было выпущено видео. Вот вы. С одной стороны, солнце. Это первая карта, которая вообще в раскладе была. Карта солнца. Это карта удачи. Прояснение отношений. Прекрасного выхода, если ситуация какая-то между вами есть. И карта птицы — это общение с мужчиной, это подарки от него, потому что бубен. Решение домашних дел, решение бумажных дел каких-то, решение денежных, финансовых вопросов. И контакт. Мужчина выйдет на контакт. Птицы — это мастера контакта, если вы здесь понимаете, о чем я. И на этой карте птицы у нас делают гнездо, так что вы и он будете ввить гнездо. Это при диагностике. Но она играет огромную роль, как и каждая карта в раскладе. Важно, что первая карта — солнце. При встрече с мужчиной по карте птица прояснится ваша ситуация, карта солнца. Найдете общий язык птицы и солнца вместе, и вы будете довольны результатом. В общем, все очень просто. Найдете общий язык и будете довольны результатом. Это такая при диагностика. Я хочу сказать, что каждое это слово, которое я сказала с вами, конечно, проиграется в вашем ключе. Вы по-разному его поймете, по-своему. И если у вас есть недоверие к раскладу, мы посмотрим, что будет дальше. И вы узнаете правду обязательно. Где-то в одном месте больше проиграется, в другом меньше. Вы составите это в свою картинку мира. А то, что с вами не резонирует, отбросит за ненадобностью. Так работают общие расклады. Поэтому они очень ценные. Теперь я ищу мужчину. Ах, он вышел следующий. Это очень хорошо. То есть сразу за картой птицы мужчина, а потом еще и якорь. Ну раз вы, птицы и мужчина, то, что я сказала перед этим, оно имеет место быть, оно 100% сбудется. С мужчиной будет общение. С ним будут улучшения ситуации. Если есть между вами ситуации, это какие-то непонятки, качели, внедрение третьих лиц, внедрение обстоятельств, или финансовых обстоятельств, или материальных, или же бытовых. То есть между вами будет контакт, между вами будет содружество, между вами будут переговоры. Будут переговоры птицы. Это вы будете говорить друг другу, чего вы хотите. И вы договоритесь. Потому что якорь со стороны мужчины, мужчина останется при вас. Якорь это надежное плечо. Это то, что мужчина и не собирается. Даже может вам показалось, что он там или на другую смотрит, или еще что-то. Ну расклад покажет, смотрел ли он и кто-то другая. Но то, что мужчина думает о вас, как о своей партнерше, это однозначно. Потому что якорь с его стороны. А с вашей стороны солнце. Если мы сложим вместе, солнце вы, птица и мужчина, якорь это счастливая, стабильная жизнь с ним. На всю жизнь, на долгие годы вперед. Понимаете? Потому что солнце, когда он, вот это мужское сознание, солнце, дает вам стабильность якорь. Так что здесь все просто и понятно. Придиагностика простая, как божий день. И понятная. Я сейчас хочу, чтобы вы где-то, может, даже если это где-то резонирует, где-то не очень, просто дали возможность проявиться тому, что вы еще не знаете об отношениях своих с мужчиной. Потому что то, что знаете, зачем проверять на картах. Правда? Мы же хотим что-то новое узнать, информацию. Вот такая вещь. Я оставила мужчину рядом с вами, потому что будет идти разговор о вас. И это вопрошающая и партнер или вопрошающий и партнер. Сейчас я карты буду перемешивать, и мы будем делать первый расклад на такую тему. Что будет дальше между вами? Сразу хотим узнать, что будет дальше. То есть подтверждение, даст ли, следующий расклад из трех карт, даст ли он подтверждение тому, что уже показали нам первые три карты. Таким образом мы будем четко знать, или это 100% будет, или меньше процентов. Итак, первая карта. Окей, или он, или вы чувствуете себя в данный момент не так-то уже и радужно. Где-то или вы, или он чувствуете себя одиноко в отношениях. Может быть, такое и есть. Может быть, была ссора, может быть, вы отдалились. Но все-таки карта судьбы. Все-таки это книга. Вы друг другу по судьбе. Может быть, у кого-то, вот именно две эти карты, кармические отношения. Ну, бывает у всех кармические плюс-минус. Обязательно. И сердце. Значит, любовь у него есть. Значит, это может быть где-то и кармические, где-то может быть вам и трудно договориться. Потому что башня и книга говорят о том, что может где-то и трудно договориться. Но сердце говорит, что сердцу не прикажешь. Да, и сердце, что чувствует, то чувствуешь. Там есть натуральность в этом. Сердце не умеет притворяться. А раз сердце не умеет притворяться, то любую карму можно будет пережить. Любую карму может будет пройти. Мы посмотрим дальше. Есть ли, может, кармическая женщина из прошлых отношений, которую он может сделать больно, или она ему сделала больно. И таким образом получилась кармическая завязка. Если это есть, та женщина выйдет. Если нет, не выйдет. Все очень просто. Я еду прямо, да. Расклад никогда не виляет. Он четко говорит и правдиво. Но я вижу башню и книга. Значит, где-то есть недопонимание между вами, где-то есть недоверие. Может быть, есть ревность. У вас к нему или у него к вам. Может быть, вы что-то не договариваете, или он что-то не договаривает. Но отношения по судьбе книга и сердце. У вас есть к нему и у него к вам притяжение. И такое, знаете, физическое, эмоционально-физическое, что называется, любовью, влюбленностью. И вы, и он заинтересованы вдруг в друге. Потому что подсознательно вы знаете, что он ваша судьба, книга и сердце. Даже если вы сейчас грустите по карте башни, даже если вы сейчас чувствуете себя не совсем с ним, а немножко одиноко, вы в любом случае подсознательно знаете, что это ваша судьба. А он знает, что вы его судьба. Такой расклад из трех карт. Из песни слов не выкинешь. Сейчас я посмотрю, положу эти карты на стол, но вначале я держу, чтобы вы их хорошо осознали, потому что они без слов тоже разговаривают с вами. Я их положу на стол и еще возьму карты, которые ответят более детально, почему он и почему вы чувствуете себя одиноко. Я карту одиночества вложила назад в колоду, потому что она, если нужно, будет, выйдет. А если не нужно, не выйдет. Эти карты почему-то перевернулись и, значит, так нужно было. Карта корабль хотела себя показать. Некоторые дистанционно вовлечены друг в друга. У некоторых есть дистанционные отношения или же вы по работе, или в отдельных домах пока живете, или отдалились, потому что холод между вами какой-то. Здесь корабль холодный, он такой северный. Но страсть у него есть. Его страсть по карте медведь способна растопить этот корабль. его страсть способна убрать все препятствия и устранить эту холодность. Медведь это мужчина, который хочет вами обладать, хочет, чтобы вы были его. Следующая, третья карта патриаде. И вот у нас и уже завершилась первая часть расклада. Расклад продолжается, но первая часть у нас уже имеет такие очертания. потому что та самая карта солнца, которая вышла в начале расклада и обозначила вас в отношениях, кто вы для мужчины, как солнце. То есть вы его притягиваете, солнце притягивает к себе все. И первая часть расклада у нас обозначилась картой солнца. То есть солнце и медведь, обе эти карты говорят, что да, в отношениях есть продолжение. и продолжение отношений ваших основано на страсти. Медведь и солнце вместе это страсть. Может у вас давно не было близости по карте корабль, холодной северной карте. Может быть для некоторых эта комбинация из трех карт означает, что он тоскует по вас. Он не верит, что вы тоже горячая такая, да, к нему. Он почему-то подозревает, что вы охладели. Понимаете, да? С чем это может быть связано? Может вы ему не показываете любовь или как-то не было повода, да, не давал он повода, он вел себя плохо, например, да, расстроил вас, огорчил. Может быть и так. У каждого по-своему, но мужчина говорит страстью и он тоскует, он тоскует, он устал и где-то как бы мысень, как-то сказать мысень, вот не хватает ему больше близости, если можно, ближе, близость ему нужна регулярная, это сто процентов, да, медведь и солнце, регулярная, и ему не хватает этого. Хорошо, понятно, теперь так, если есть какие-то препятствия, да, почему ему не хватает близости, что за препятствия, почему поссорились, может кармическая какая-то связь, да, кармическая или женщина другая, в общем, мы посмотрим, что мешает вашим отношениям, ну вот она и собственная персона, можно сказать ведьма, да, туз пик, и другая женщина, но это не обязательно, это может быть подруга, которая вам неправильные советы дает, или его кармическая женщина из прошлых жизней, да, по карте звезды у многих проиграется эта женщина из его прошлых жизней, потому что звезды это прошлые жизни, еще какая-то карта выйдет сейчас, а, понятно, в прошлых жизнях была любовь другая, или это у него была экс его, его другая, с которой все начиналось хорошо, но по карте звезды все-таки это скорее всего не экс его, то есть экс это как бы прошлое, бывшее, почему я придерживаюсь этой все-таки мысли, да, потому что я считываю здесь информацию, как звезды это память рода, это его наследие родовое, это его все-таки кармический какой-то долг, который он женщине не отдал в прошлых жизнях, он не любил женщину по-настоящему, он ее использовал, это может быть из его родовой памяти кто-то в прошлом веке или пять тысяч лет назад, потому что память каждого человека идет десятки тысяч лет назад, чтоб вы знали, но что-то где-то проявилось через его тело, не все те предки, которые десять тысяч лет назад были у вас или у него в роду проявляются, конечно, все это выборочно, какая карта выпадет, как вот Богу угодно, такая комбинация что ли ДНК, но вот именно проявилась сейчас в его жизни женщина, это как сущность из прошлых жизней, где он ее обидел, это кармическая связь, он ее не ценил, не любил, не уважал, и ему нужно с вами отработать этот долг, это и называется кармические отношения, если бы здесь не было карты звезды, я бы сказала, что у него есть, ну, соперница у вас есть, у него есть другая, или он думает о своей бывшей, но поскольку карта звезды вышла, здесь все-таки намек идет на родовую травму, на родовую сущность и на кармический долг из прошлых жизней, скорее всего так, но девочки у всех процентно проиграется по-разному, да, у кого больше проиграется, что это действительно его бывшая, с которым может с ней связывать дети общее, может быть что-то еще, это может быть его мать, кстати, потому что звезды это же наследственность, это может быть его мать, которая тормозит ваши отношения, вполне возможно, что он очень любит мать, привязан к мать, отца он не любил, никогда не дорожил им, а к матери очень привязан, она привязала его, следующая карта даст больше информации, что это за женщина, да, что это за женщина, любовь там, или обязанность, карта якорь, я вижу, что женщина из дальнего прошлого, с которой ук, у него обязательства, скорее всего, которые его тяготит, потому что пиковая масть этими обязательствами он недоволен, эта дата может быть у кого-то проиграется что-то экс, бывшая его, может быть на алименты платит, тяготит его что-то, там вот гештальт не какой-то незаконченный, да, там они где-то не договорились, там может быть была сильная буря, страшная революция в отношениях, в общем, расстались они нелегко и просто, не по-мирному, да, карта якорь говорит, да внешний какой-то грешок у него водился, или в этой жизни, или в прошлой жизни, да, такой давнишний грешок, который тяготит над ним, я все-таки склоняюсь здесь, что у многих слушательниц это кармический долг, потому что якорь показывает что-то старое, как старый корабль, да, который заржавел уже на дне морском, на морском дне его родовой души, заржавел какой-то корабль, и это его тяготит, поэтому он может вас не понимать, может раздражаться, эта женщина через него разговаривает, сущность это, да, а так возможно тоже, что вот именно звезды и там другая женщина, это может быть его мать, которая тяготит его, потому что внушила, какая ему женщина нужна, и так далее, то есть раздирает его на счастье, посмотрим, что еще выйдет для этой другой женщины, что у нее за судьба, что это больше информации о ней хочу, хочу больше информации о ней, что у нее за судьба, ну вот у нее есть другой мужчина, теперь понятно, видите, это пара, это может быть теперь ваша подруга, с которой вы давно может быть со школьной скамьи дружите, или с института, давнишняя подруга, которая или сейчас в отношениях, или ей интересуется другой мужчина, у нее есть в жизни другой мужчина, она виды на вашего мужчину не имеет, но может быть по простоте душевной, по глупости или по злости, как у кого проиграется, настраивает вас против вашего мужчины, или дает вам намек какой-то, или какой-то взгляд на него, и просто чтобы раздразнить вас, и посмеяться, такая насмешливая, ироничная, ой, у нас у всех были такие ироничные подруги, которые нам совершенно не нужны, то есть раздразнила вас своей иронией, и вы может иметь ревность к ней, это может быть подруга, но не факт, это может быть его мать, если она замужем, у нее есть мужчина, потому что у этой второй женщины есть мужчина, если это родовой долг, карма, то эта женщина была замужем, это сущность, которая сейчас, раньше это родовое его, память рода, это то, что через него проявляется, она была замужем, мы сейчас больше получим информацию об этом мужчине, но я пока хочу, чтобы вы смотрелись в этот портрет, ну, как бы в душе его посмотреть, энергетически считать, и якоре мужчина говорит о том, что она с ним давно, или она влюблена давно в другого это если это подруга вам, такая она подруга, да, в кавычках, потому что он не реагирует на нее, может этот мужчина женат, кстати, якорь и мужчина, и ваша подруга может встречается или живет женатым, и у нее не идет судьба, он не бросает ту семью, хоть и обещал ей, и она от злости хочет и вам помешать, это вполне вероятно, так что здесь, по-моему, все ясно, да, покажет следующая карта, вот будет у нас просто покажет, например, встречаетесь ли вы с кем, с этой женщиной, в общем, что-то такое, мы посмотрим, вы понимаете, он с ней встречается, видно, он с ней встречается с этой женщиной, у этой женщины, у вашей подруги может быть есть мужчина, который с ней давно, но он не женат с ней, они может спят вместе, может там близость есть, они встречаются время от времени, или это мать его, который встречается с мужчиной, но не живет, или это если его мать мужчина, например, у него может умер по карте всадник, все-таки всадник идет в другую сторону, от мужчины уходит, у его матери может умер муж, у кого-то это проиграет, в общем, эта карта такая универсальная всадник, это какие-то новости, да, всадник именно здесь выступает как какие-то новости, это ваша подруга или его мать, она получила какие-то новости от другого мужчины, и эти новости ее задачи, здесь именно на этих картах интересно, что всадники идут в разные стороны, да, одна одна новость идет в другую сторону, одна к ней, то есть может быть это сплетница, вот именно по этому усаднику, может ваша подруга, его мать или соседка сплетница, сплетничает вообще мужчинах, тогда этот мужчина, который не ваша другой, вот, да, с правой стороны, он просто для нее как интерес посплетничать, языками почесать, это вполне возможно, такой вариант тоже возможен, то есть пришел-ушел, что у него там, косточки помыть, косточки помыть соседу, косточки помыть сослуживцу, может вы с этой женщиной работаете вместе, перемываете косточки, кто с кем, кто когда, но подруга имеет какую-то цель, она не просто говорит, она говорит, как делает заклинание, я бы на вашем месте остерегалась такой подруге, потому что там все-таки всадник и звезды и рыбы у нее есть какой-то интерес к вашей жизни, она что-то или завидует, какой-то интерес есть личный, собственный, можно сказать шкурный интерес, да, есть у нее, ну а также если мы будем расценивать карту всадник именно для вашей пары, здесь получается, что вы мужчина встретитесь, ведь всадник тоже это встречи, да, это встречи, романтические встречи, любовные встречи, вот получается, что ваша подруга, если эта подруга будет встречаться с другим мужчиной, или она уже с ним познакомилась, или вот сразу после расклада познакомится, и вы тогда узнаете, что расклад был правдивый, или вы помиритесь с мужчиной, начнете встречаться с другим, то есть у вас образуются две разные пары, и всадник, видите, там два всадника, говорит, что и вы будете встречаться, и она будет встречаться, как интересно складывается, есть целый роман, роман в картинках можно сказать расклад четко рисует вашу ситуацию да сейчас эти карты назад отправляю в колоду и хочу сказать что вот ваша пара хочу подытожить любовь есть сто процентов любовь есть иначе бы карта сердце не вышло до так что будем полагаться вот на это что любовь и страсть есть поэтому и мысли и чувства у него только любви а соответственно этому и действия будут любовные он захочет вас приблизить друг к другу чтобы вы были ближе да вот что такое сердце это карта она говорит что вы будете ближе друг к другу у вас будет много точек взаимного соприкосновения как любовного так и творческого какое какое-то трудности вы пройдете потому что именно солнце говорит о том что ситуация прояснится после этого расклада вы как бы поймете все да как бы пазл сложится станет все на место потому что здесь вот эта проекция вашего ума вот наружу мы вынули у него и у вас все подсознательное вы на предсказательном столе все увидели карты как иконы они смотрят на вас изнутри приглашают вас порассуждать самой собой понимаете и прийти к нужному выводу и напомню вам девочки мальчики что с шишки здесь заговоренные до шишки еловые шишки сосновые всю беду отгоняют и любовь в дом возвращают так что это заговор старинный карта солнца четко говорит что он хочет быть только с вами да здесь можно якорь рассматривать как стабильный мужчина конечно да якорь показывает его стабильное чувство и опять же у всех проиграется в большей или меньшей мере но то что мужчине есть intention то есть желание намерение выполнить слово которое он вам обещал вы сами знаете что он обещал вам да но я скажу по карте якорь что он будет стараться выполнить свое обещание вот и все сделать так как он сказал вы пара книга была то есть ваши отношения ваш союз он уже на небесах так что здесь вы пара а разве пара значит вы будете вместе об этом говорит карта якорь тоже ведь карта якорь касается именно вас в данном случае все что на столе она имеет дуальность понимаете и смотрите сейчас когда я прикладываю к нему карту всадник она именно показывает то что я сказала и вы будете встречаться с мужчиной и ваша подруга и вы будете в паре и она будет в паре но с разными людьми и это по судьбе поэтому я не вижу здесь если у вас был вопрос серьезно ли он относится к другой или с бывшие отношения или еще как эта женщина есть well вышел для той другой женщины другой мужчина я здесь не вижу что у него есть интерес к ней понимаете если она это что-то и делала это чтобы подразнить вот и все а вы не поддавайтесь есть такие люди они очень ироничные поиздеваться нельзя поддаваться такому там где издевательство ирония там правда нет я хочу сказать что вот интересно корабль показывает что если вы теперь дистанционно у вас будет встреча потому что он будет стремиться физическая близость до карта медведь говорит что он будет стремиться к вам приблизиться а это напишет письмо назначить встречу а это сделает возможным то что вы встретитесь скоро и вы точно откажетесь от этого мусора мусора навязанных вам идей чужих впечатлений жизни да и он и вы выберете выберите свой путь и все так что это оберег для вас любимая мои друзья сердце показывает любовь его к вам и все эти карты они я выжила из них все что могла выжимку просто сделала до прочла все что мне сказали карты оставим давайте якорь да потому что якорь дает стабильное сердце вам нужно знать что мужчина стабильно чувствует к вам ведь стабильность это главное до влюбленность заканчивается а стабильность остается стабильное желание быть человеком и стабильное знаете любовь это уже нового плана это не влюбленность а такая любовь более взрослая я бы сказала да стабильная более взрослая любовь вот об этом и оберег для вас и сейчас вы увидели все факты ваших отношений реальность и это был сакральный расклад на мой взгляд и это приблизило вас друг другу сакральное проявление через карты через свет через книгу жизни которая здесь проявилась это как зеркало знаете показала пластичность сознания рефлекцию того что будет возможность увидеть себя в объемном виде того что вам не видно потому что мы себя не видим изнутри полностью карты помогают вот и все так что здесь все хорошо я хотела бы узнать из ваших комментарий как у вас проигрывается расклад пишите пожалуйста оценивайте мое видео ставьте пальчик вверх или вниз мне было хотелось чтобы всем я могла помочь поэтому надеюсь что расклад этот вам поможет и приблизит вас друг к другу мне всегда очень приятно вашей компании надеюсь что и вы отдохнули использовать для себя провели время в моей компании просмотрели свое будущее побеседовали с верным другом это дорогого стоит и это за деньги не купишь поэтому все я выпускаю от чистого сердца свободном доступе чтобы каждый человек который мог помочь себе который хочет себе помочь и карты показывают возможный путь путь к счастью между вами и любимым хочу напомнить вам девочки кому нужны уроки полинарман у меня это можно заказать на сайте а переход на сайт есть о канале так что если вам нужны уроки вы мне найдете люблю вас обожаю медвежьи обнимашки из горной морской страны и не забывайте что там где вы живете там лучше всего будем видеться до новых встреч друзья